11 школа одна из старейших во Владикавказе. У образовательного учреждения «Богатая история» во время войны в здании располагался госпиталь. После ей присвоили имя героя Зои Космодемьянской. Основной корпус за моей спиной построили в 1906 году. С тех пор капитального ремонта здесь не было. В обновлении нуждались все три корпуса школы. Стены буквально трещали по швам, деревянные полы местами прогнили и проваливались, протекала кровля. Да и требованиям сейсмоустойчивости здания уже не отвечали. Старый одноэтажный корпус начальной школы был 1910 года постройки. Теперь вместо него новое трехэтажное здание. Это 10 учебных классов с ортопедической мебелью для детей. Для удобства на каждом этаже своя гардеробная и санузлы. Мы не первый подрядчик на данном объекте. Этот объект нам достался, скажем так, от предыдущего производителя работы. В этом здании была накрыта кровля, вставлены стеклопакеты. Все остальное это уже был ремонт, произведен нашей организацией. Современное исполнение, достаточно интересный дизайн, чтобы детишкам было комфортно. Предусмотрены перегородки в санузлах. Все современные требования, которые предъявляются к современным общеобразовательным учреждениям, они соблюдены в полной мере. В настоящий момент вот сейчас монтируется школьное оборудование, монтируется мебель, собирается. Самый старый корпус школы представляет историческую ценность, поэтому реконструкция шла под пристальным вниманием Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия. Был почищен фасад от многогодичных наслоений грязи, пыли, восстановленные элементы кирпичной кладки утеряны. Мы сейчас сдуваем остатки строительной пыли, поэтому пусть как бы не смущает никого. Работы завершены. В ходе проведенной экспертизы качество кладки было выявлено, скажем так, несоответствие ее заявляемым требованиям. Она показала недостаточную прочность. В связи с чем армированной сеткой арматурной обшито все здание и напылением бетона нанесен слой там до 10 сантиметров практически. То есть, в соответствии с сейсмоусилением процедурой, данное здание практически, можно сказать, воссоздано. Внутри от старого здания остались лишь стены. Полы, окна и двери – все новое. На первом этаже будет заниматься начальная школа, а на втором – рабочие кабинеты для средних и старших классов. Здесь же и гимнастический зал. Установили в здании современное световое оборудование от местного производителя. Планировку не изменили. Соседний корпус школы более поздней постройки. Его возвели в 70-х годах. Здесь производился капремонт. Заменены все коммуникации и отопление, и водостабжение. И дополнительно мы еще поставили в каждом кабинете рукомойники. Здесь у нас находятся рабочие кабинеты, большой актовый зал с большой сценой. Сцена увеличилась. Ну и более приятная, комфортная обстановка будет. Обновили малые гимнастические и спортивные залы. Оборудовали душевые и раздевалки. Сейчас практически все работы завершены. Идет монтаж оборудования и мебели. Каждому корпусу школы установили пандусы, благоустроили и территорию вокруг. Юсузой Космодемьянской отреставрировали. Для этого привлекли специалистов из художественного училища. Во дворе для школьников теперь есть резиновое поле для занятий футболом, волейболом и баскетболом. На период ремонта дети учились в 26-й школе, а после перешли в 28-ю. Новую четверть ребята уже смогут встретить в стенах родной школы. Алина Хасцаева, Давид Кустанов, Вадим Панченко. 15-й регион.